здесь правда это не отапливается летняя кухня понятно ничего не отапливается но все равно затяжок имеется теперь ради чего я затеял этот самый съемку вот смотрите исполнилось три года нет весной исполнится три года когда здесь были посажены косточки абрикоса академик зашли ну здесь практически вот с этого края сто процентов здесь меньше меньше но в общем то если в целом несколько не взошло будем считать что 8 90 процентов схожесть есть но росли очень плохо еще раз говорю это глина потом когда они так же как вот эти вот пробьют глину насквозь корни а куда не денутся они будут расти нормально но это сеянцевые саженцы им три года самое лучшее мне примерно хотя это не нормально но еще раз говорит более глине примерно они мне папа глаза папа брови самый высокий так ну и вот здесь вот пустое место здесь были посажены королевские они вообще не взошли но если академик это дальний восток приморье так сам черт не вне брат то королевский взошел один вот он красавец вот но и вот цена тоже есть определенная почему во первых зашел глины не испугался естественно я его продавать не собираюсь вот я могу единственное что вот это вот это вот этот побег тонкий глины и вот этот вот его можно взять на прививку но если у меня привитые королевские вот с такими вот плодами то не кому нужен сенец когда непонятно какой будет плод то ли 30 грамм то ли 50 но у меня есть удивительный фильм где я стою на рынке вот и разговаривать женщина который продает абрикосы но от кроме того что она продала на склад что у нее были абрикосы показала размер теннисного мяча и клялась и у меня есть этот фильм знаете как так уже не может быть это не халтурщица это не продавщица саженца вот из косточки она вырастила она не сказала чей саженец был может мой не не догадался просить были мой или филипп его а филипп его тоже до 100 грамм плоды на на этих вот такая история и итак берется следующим предложение вот из вас выписывают у меня абрикосы манджурские а кто-то уже выписал а кто-то уже вырастил и вот он должен параллельно они мне закончились выписать бы косточки абрикосов самых самых этих крупноплодных сортов вот например тот же королевский вот тот же академик вот здесь несколько этих растут от пианиста до 100 грамм у него плоды вот здесь еще но это надо смотреть бирки вот все это разнообразие ради того чтобы они опыляли друг друга и так кто-то берет выращивает косточки крупноплодных сортов и не дожидаясь плодоношения а если это мой последний год больше вам вот таких черенков не видать смотрите вам таких черенков не видать и нигде никто больше вам не продаст только с того света не получится ни латинков не бодна моему огромному сожалению вот за одним уже скажу кстати видите ничего не затоптано нельзя то это нарушать только ради фильма я здесь протоптал дорожку и на будущее и днем и зимой и летом ходите след след по одной и той же дорожке не топчите почву вы ее нарушаете вы вмешиваете жизнь дерева но давайте посмотрим на персики я абсолютно уверен сто процентов что персики живые а вот даже проверять не надо можно было бы срезать веточку так и поставить воду нет я так все таки сделаю это моя любимое занятие вот хотя здесь зимы это не было минус ну говорят ночью где-то 32 где-то проскочила 33 это там это но хуторе но ближе к кенесею вот так еще один персик еще персик еще персик так теперь возвращаясь к этой идее сейчас я посмотрю сколько минут осталось записи говорю долго нудно кстати посмотрите никто не пользуется спросом черный абрикос вы видите есть примерно 15 великолепных веток я помог заработать по 150 рублей 3000 рублей на вас но не заработал ни рубля мне вообще-то поражает настолько все да если бы меня в свое время хоть в этом году хоть 30 лет назад сказали бы я бы душу заложил не только бы это деньги пошел в банк и взял бы кредит но я бы все это выкупил что только можно но время изменилось и так возвращаясь той же идеи и так выращивайте культурные они за один год могут быть такие еще раз говорю здесь подушка из этой из глины вот рядом выращиваете маньчжурцы можно амуры можно сеянцы амуры они тоже очень морозостойки и главное что он вас сюда пришел сказать ребята три года пусть плохо росли пусть им мешал этот глиняная подушка вот посмотрите сюда видели видели они живые а у нас же из трех лет то была одна по крайней мере сорока градуса вот и ничего не случилось ничего вот они живые это говорит о том что они лишь используют как по двое но как они собственные раз и второе это привой пусть неизвестными задатками вот это может быть будет 70 грамм вот и вот здесь может 30 там вот 50 этого никто не знает но еще раз потеряете возможность сотрудничать со мной больше никто никогда вам не вышлют вот такие чудеса вот такие вот вот такие черенки ну что друзья поговорили на этом я отклонюсь вот надо идти помогать сергею заготовить черенки да страшно это дело а вот когда-то говорили какое царское правительство как это самое мичурин и уникальный человек гений работал этим часовым дел мастером а до этого работал где-то паровозном депо растил растил зажжал зубы никто не помогал вот пока советская власть не пришла а теперь аркалин александр петрович лучший виноградарь сибири его окрестно это центральной сибири окрестностей а может быть и всей россии кто их там это кто их сравнивал но один из лучших вот не говорю как сейчас но прошлом году у него была очень почетная работа сторож военкомата куда без него куда вот ну сами понимаете бодры борисов на пенсии прозябал так не понадобились науки его уникальные сорта братцы софта клоны так нет еще кого вспомним филиппиев работал пока не потерял здоровье монтажником вот один из основателей саногорского феномена плане распространения тысяч саженцев никаких того родов а настоящих и наконец я на последнем этом последние шаги вот что я еще скажу о себе вот это все будет привито вот первый этаж это самого основания прививка все они такие все 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 вот у самого основания прививка потом ладно персика не буду трогать вот посмотрите там из бирка это какой-то из сортов посмотрим какой мне это кстати интересует почему-то я к нему не подходил года два и бирку не смотрел где-то я видел бирку это просто ленточка нет есть бирка вот она вот она а с украины привез персиковый ps номер один с украины еще не плодоносил посмотрим но не важно главное что с украины с украины она манджурцы не замерзает значит что значит вот здесь вот вот здесь вот вот здесь вот здесь вот здесь будут привиты и персики подчеркиваю название ps персиковый вот и круп самый крупноплодные абрикосы я сегодня нарезал серенки абрикосы мичуринские он совершил рывок из 30-граммового превратился в 100-граммовый одна из сенсации но они не это не нужны науки железа уже проходимец так объяснили вот горько ладно и так значит все это будет перепривито третьим этажом это 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 и так по всему саду я примерно прикинул 200-300 прививок все друзья вот сейчас от этих абрикосов да калечим а куда деваться но они доказали свою невероятную морозостойкость вот эти персики единственное у них есть плюс тепловая подушка здесь чуть-чуть теплее чем кругом поэтому я вот ну как мало не дурак я именно персики посадил здесь вдоль забора которая отдает тепло отбивая тепло вот и этим способствует лучше и лучше и уже выживание это в персик они хрен собачий ой извините за выражение все друзья заканчиваю сейчас отключусь и буду резать сергея черенки он их приведет и продаст вам но немного работа на заводе работа крановщиком теперь его главный доход вот так друзья это называется дожили и и и и и и